приветствую вас дорогие друзья на канале саморазвитие в походе сегодня я хотел бы вам сделать обзор на трекинговые палки лекки модель micro vario carbon рассмотреть их все плюсы и минусы кому они подходят кому они не подходят до за некоторое время моего их использования значит до этого я пользовался обыкновенными палками с внутренними зажимами как-то они там цанговые называются да по-моему я немножко пользовался палками еще с внешними зажимами а это такой вот компромиссный вариант значит сами по себе первый плюс они очень компактные легко входят в рюкзак комплекте идет такой вот чехольчик с одной стороны он сечет и снизу укреплен такой вот очень плотной тканью и поэтому когда вы даже сюда вкладываете палки и грязные то они не вымазывать вам не будут рюкзак да с этой стороны сплошная ткань то есть если вы вставляете таким образом в рюкзак то с одной стороны они будут дышать на самой их чистей чистой части на самой грязной грязной чаще части они будут защищены плюс они не будут протыкать вам чехольчик хотя там есть колпачки значит на чехле есть дополнительно такие вот ушки и они кстати есть еще и вот здесь снизу такие вот резиновые я думаю это сделано для того чтобы их можно было бы крепить ну например к сбоку рюкзака вот этим вот стропам да я кстати так снаружи их не крепил они в основном были внутри и это кстати хороший вариант чтобы затестить потому что очень тогда быстрый доступ получается смотрю просто по ширине подойдут придется как-то их подрастянуть вот итак поехали будем рассматривать сюда входят две палочки мы будем рассматривать мы это на примере 1 вот я их вытягиваю и они фактически сразу разбираются значит при складывании в кольце у них есть такое вот отверстие до куда можно защелкнуть эту палку чтобы она не телепалась получается вот такая вот система да и есть еще наконечники которые защищают от того чтобы вы случайно этой палкой не прокололи себе рюкзак или еще что-то значит эта палка со мной уже прошла две палки прошли пока один поход у меня есть уже некоторое впечатление о них по сравнению с алюминиевыми потому что эти палки сделаны полностью из карбона вкратце олег и скажу компании это наверное первая фирма в мире которая изобрела именно трекинговые палки ей уже по моему в этом году они праздновали 100 лет кстати как и фактически эти перчатки они тоже будут фирма хестера праздновать 100 лет люблю вещи продуманы потому что я думаю они теперь о палках уже знают фактически все значит как она разбирается мы ее просто скинули вниз вот эту палочку да вы видите и теперь мы просто тянем за эту штуку и опа щелчок все она готова она разобрана то есть это очень быстро это не занимает фактически времени вот как по мне очень крутая система значит собираются здесь вот есть такой вот кнопочка да все это дело их запатентованные технологии очень хорошо кстати собираются разбирается в перчатках проверено мной на практике значит здесь вы просто нажимаете и и таким вот образом засовываете эту часть сюда и все вот она собралась ваша палка собранном виде еще раз об дальше мы делаем вот так все она разобрана значит поехали будем смотреть отсюда снизу вверх значит здесь наконечник карбид вольфрам это самый жесткий металл предназначен он для того чтобы вы хорошо цеплялись за палки сейчас я наведу он такой вот как бы форма как это сказать знаете как снаряд попадает в землю получается такая вот лунка короче говоря он форме лунки такой вот сделан и когда вы его ставите на камень он минимально соскользает или фактически вообще не соскользает значит как они заявляют этот наконечник является жестко гибким то есть если он у вас попадет между камней то по сути не сломается вся палка он просто немножечко среагирует я конечно пробовал да у немножечко изгибается значит дальше идут кольца которые можно менять в комплекте идет вот это вот кольцо которое здесь одета это трекинговое кольцо для болота грязи песка фактически я хочу сюда купить снежные кольца вот но чем они мне нравится по сравнению с прошлыми кольцами во первых это то что когда кольцо накручивается она закрывает полностью резьбу видите здесь до резьбы все грязное а на резьбе все чисто это как по мне очень круто предусмотрено в этой палке а вторая вещь что она не откручивается по сравнению с теми кольцами которые у меня были до этого на палках за счет того что вы когда ее накручиваете вот она накрутилась и потом вы ее просто подтягиваете и вот здесь она теперь уже все свободно крутится она не будет откручиваться для того чтобы открутить ее надо подтянуть сюда и крутить в этом направлении то есть это очень крутая как по мне конструкция очень удобная потому что в прошлых палках я несколько раз терял кольца за счет того что они откручивались значит состоит эта палка раз два три секции и чем она универсальна тем что у нее есть возможность регулировать еще и длину палки ее длина составляет сейчас скажу 110 по моему 130 сантиметров я еще уточню напишу а что уточня сейчас мы здесь посмотрим значит как она удлиняется есть такая защелка запатентованная фирмой лекки она кстати считается самой крепкой в мире и при этом фактически самой легкой очень удобная штука мы ее отщелкиваем и можем выставлять длину от 110 сантиметров до до 130 вот тут 125 вот это 130 сантиметров вот есть такие меточки как в дюймах так и в сантиметрах вот и это удобно тем что под свой рост вы один раз заметили длину вот палки и можете ее легко регулировать открыли палку сразу поставили например я там пользуюсь 115 120 сантиметров не буду рассказывать как подбирать для этого будет отдельное видео если будет интересно да кому-то но смысл заключается в том что возможно регулировка длины для чего она нужна для того что когда вы идете в горку вы палку делаете по короче мне и вообще полностью хватает в горку вы и делаете по короче а когда вы идете с горы вы палку обычно делаете по длине и когда вы идете по ровной по поверхности вы ставите на какую-то определенную тоже длину где-то посредине. Плюс, если вы идете по траверсу и у вас склон, то вы одну палку можете сделать длиннее, потому что там нужна большая длина, а другая, короче, тогда ваши руки будут работать одинаково. Кстати, назначение трекинговых палок, я бы это сказал, что один из самых необходимых атрибутов в туризме, да, это, первое, это разгрузка ваших коленей, потому что, когда вы ходите, колени, получается, у вас напрягаются, да, и изнашиваются быстрее, при том, это разгрузка более эффективна, когда идете под гору, из горы. Следующее, это возможность удерживать равновесие, там на камушек стали, на палку оперлись, и меньше шансов, что вы упадете или поскользнетесь где-нибудь. Ну и плюс, зимой они используются для прохождения по снегу и так далее. Это, кстати, палка тоже может использоваться зимой. Разъемчик этот, зажим, точнее сказать, его можно регулировать, вот здесь такая вот крутилочка, которая дает возможность его регулировать, делать жестче, мягче, вообще не проскальзывает, легко открывается, очень удобно. Значит, ручка, видите, она удлиненная, с возможностью перехвата, если я пользуюсь ручкой. Здесь, да, вот таким вот образом, очень эргономично, я кладу сюда палец, они с ладони на тесьме упираются вниз палки. Не проскальзывает, ничего я испытал в походе, ну, доволен очень сильно. И есть возможность перехвата, да. Для чего она нужна? Опять же таки, если вы идете в горку или поднимаетесь куда-то, не хотите складывать палку, вы можете просто перехватиться, вот, и идти ниже. удобно, когда поднимаешься там резко где-то по камням или еще чем-то, вытягиваешь ручку с этих петель, чтобы, если падать, успеть раскрыть ладонь, потому что болезнь тех, кто ходит в палках и падает, вывих этого пальца. Поэтому, когда вы идете там в горку или на совсем скользких участках, лучше снять ее, чтобы, когда падать, просто отпустить ее, да. Такой лайфхак вам даю совет сразу из туризма. Сделано с такой вот выемкой, что по мне очень-очень удобно. Рука это такая вот мягкая пена. Видите, она хорошо продавливается, но при этом полностью сохраняет свою форму, серый цвет, делает незаметной на ней грязь, очень удачно подобранный цвет, как по мне. И здесь на перехвате тоже такие, такая вот перфорация для того, чтобы оно и не скользило и для того, чтобы хорошо дышала рука. Рука очень хорошо дышит. Ну, в общем, мне очень нравится значит, тесьма очень удобная тоже по мне. Она легкая. Кстати, палки весят 480 грамм две штуки по 240 грамм. Я взвешивал, вес соответствует. Вот. И эту тесьму можно легко регулировать. Мы сначала оттягиваем назад, вверх, точнее сказать, защелка отщелкивается. И теперь мы можем либо подтянуть ее сюда, либо наоборот вытянуть назад. И потом таким вот образом защелкнуть. Все, тесьма отрегулирована. И после того, как она отрегулирована, она уже никуда не поддается. Ни вверх, ни вниз. Но на будущее я вам скажу, если ваш размер руки не будет соответствовать, то вы можете здесь открутить. Вот видите, я открутил болтик, достал полностью тесьму, понес в ателье, мне ее подшили. У меня рука как бы небольшая в диаметре. Потом я уже понял, что я это делал зря, вот, потому что не так изначально брал палку, но ее можно укоротить вообще без проблем. Длины тесьмы будет хватать даже на то, чтобы находиться, ваша рука находилась в перчатках или здесь зимой пододевать большую слоев одежды, вот, потому что здесь, вот видите, у меня, например, вот такой вот запас тесьмы еще есть. Дальше, поедем выше. очень удобная штука сверху, не знаю, как ее назвать, на нее очень удобно опираться, она здесь прорезинена, и эта резина заперфорирована такими вот точечками, поэтому, когда мы идем и спускаемся на камнях, то можно опираться так на нее, то есть, можно брать различными перехватами, очень удобная ручка, сама форма, она просто офигенная, как по мне, вот, из того, что я попробовал и испытал. Еще ее большой плюс в том, что здесь снизу идет пластиковая основа, и этой пластиковой основой, например, можно отстегнуть лыжню, поставил вот так вот палку за зацеп, зацепил, или снегоступ отстегивается определенным вот образом, ну, поднимается под пятку, там есть такая площадка, и оно не будет царапаться, то есть, с одной стороны, оно резиновое, с другой стороны, можно даже поднимать снегоступ. Значит, диаметр, у вас 17-16-14, но выглядит она, вот видите, сплошной такой, ни за что не цепляется, такая эргономичная штука. И что я вам хотел еще показать, значит, когда мы ее собираем, мы сначала отщелкиваем штуку, карабинчик, зажим, да, складываем здесь, палку теперь нажимаем, она запрыгивает, и здесь вот находится нить, ой, не помню, из какого материала, кевларовая, наверное, в такой вот оплёточке, защитной, я напишу на экране, какая там нить, там кевларовая, не кевларовая, тут что-то написано, но я уже не вижу, смотрел. Но смысл заключается в том, что вот эти вот части, они очень мудро заметаллизировали, потому что, по сути, так как палка карбоновая, обратите внимание, да, они надели металлические кольца, кольца с нержавейки, и ответную часть тоже полностью сделали с нержавейки, при том, очень классно заправили, обратите внимание, да, то есть идет металлическое кольцо, потом дальше сам карбон идет, и дальше еще раз металлическое кольцо, Потому что это наиболее уязвимые места в трекинговых палок из карбона. Для чего делают карбоновые палки? Они, во-первых, легкие, во-вторых, потом не ржавеют, хуже обдираются. И следующий момент, который я еще заметил, преимущество карбоновых палок, это то, что они гасят вибрации хорошо. Те, кто катается на велосипедах с карбоновой рамой и с алюминиевой, они знают, о чем я говорю, потому что когда на алюминиевой едешь, чувствуешь эту вибрацию от малейших деталей, карбон, он сам по себе гасит вибрацию. Поэтому, когда вы идете, ваши суставы, они будут отдыхать больше, чем с алюминиевыми палками. Точно так же гасит эту вибрацию вот это вот еще специальный, запатентованный состав. С пеноматериала, да, специального назовем это так. Вот поэтому во всех узлах они, видите, вставили металлические вставки. Вот, короче, очень заходят мне эти палочки. Вот, значит, насчет того, как они царапаются, скажу, даже царапаются не сильно. Вот, смотрите, это после восьмидневного похода. Я не вижу, чтобы здесь оно было сильно даже поцарапано. Ну, есть какие-то мелкие царапинки, вот, например, вот здесь. Ну, оно незначительно, потому что сам карбон у нас тут черного цвета на темно-синей краске. Этого будет видно не сильно. Другое дело, если палка была белой, они, кстати, белое название очень мудро разместили сверху, оно прячется сюда. Иногда сюда попадает песочек. Поэтому перед тем, как закрывать, я рекомендую вот эту часть вот так вот рукой вытереть и нажимать на кнопку, и все. И она тогда заходит чистой. Ну, от этого уже никуда не уйдешь. Вот. Ну, в целом так. Такой вот обзор палок Леки. Мой вердикт очень рекомендую. Мне очень понравилось. Знаете, есть даже такая пословица, что если трекинговые палки, то это палки Леки. Рекомендую вам, друзья. Пробуйте. Напишите в комментах, какие вы палки используете, какие плюсы и минусы в этом всем. Видео понравилось, лайк. Не понравилось, дизлайк. Буду рад любым комментариям. Вот. И всем пока-пока. Саморазвитие в походе. С вами был на связи Денис. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok